С вами Стелла Фракта, писатель, алхимик и автор философской прозы. Голос за кадром в проекте «Голос писателя» для тех, кто не хочет читать, но хочет слушать. Писатель пишет. У писателя свой авторский стиль, а редактор берёт и редактирует. И текст уже как будто бы не автора, а редактора. А Хвостик что делал? Мешал. Сегодня я расскажу вам о том, как формируется авторский стиль, что такое читательская насмотренность, какая у редактора на самом деле задача. И всё это на примере рукописи романа «Безымянная скрипка» Стелла Фракта. Да-да, вы не ослышались, рукопись моя, я и автор, и редактор. И это не про диссоциативное расстройство идентичности. Текст этой аудиолекции и всякое другое прочее можно почитать по ссылке в описании. Итак, кто такой редактор? Авторский стиль и читательская насмотренность. В апреле 2023 года у меня в работе была рукопись романа «Безымянная скрипка» 2013 года. Фундаментальный труд по вселенной расшеплённой звезды, трагедия в жанре мистического реализма с элементами хронофантастики. Соответственно, со всеми недоразумениями, которые могли попасть в текст десятилетней давности. То, что рукопись моя, а не чья-то, роли не играет, потому что задачи редактора всегда одинаковы — помочь автору передать мысль языком в соответствующем стилистической и жанровой направленности. Иными словами, я не переписывала рукопись, я занималась рефакторингом, не меняя смыслы, меняя форму. Там, где это требуется для более точного попадания задачу. 99% того, что я правила — клишейные формулировки и подражательные элементы из классической литературы. Например, меня била дрожь, сердце неистово колотилось, я приподнял бровь. А также разные вводные конструкции слов автора, обращающиеся к читателю, чрезмерные самори с выводами очевидного, что читатели так понимают по контексту. Из-за них текст выглядел графоманским полотном. Из-за них он попахивал пыльной книжной полкой, захлыми страницами, ну и уж очень-то что-то напоминал. Молодой автор формирует свой стиль, исходя из того, что он читает. У него определённая читательская насмотренность. Всё, что меня бесило в старой рукописи — заученные фразы, заимствованные из классической литературы, реже из популярной литературы в переводах, ещё реже попытки в юмор иронического детектива. В трагедии-то. Коктейль получился съедобный, но с точки зрения владения языком удовлетворительный. Сейчас бы я каждое предложение формулировала иначе. Я намеренно не переписывала, я редактировала, потому что рукопись была более 20 авторских листов. Это нереально, и в бумажном варианте книга получилась на 550 страниц. Настоящее орудие для убийства. Мне было интересно, что из этого получится, потому что мы помним про задачу редактора и про запрет на оценку и правки смыслов и идей. Для меня текст выглядел коряво, потому что я знала свой текущий уровень. Я судила и сравнивала, но этого вовсе не нужно. Мы все формируем картину мира, познаём реальность, собираем сведения об окружающем пространстве и даём каждой вещи названия. Все мы черпаем знания извне, от родственников, друзей, коллег, из телека, соцсетей, фильмов и книг. Это касается не только знаний, это касается языковых конструкций. Несмотря на то, что я была умной в свои 18-19-20 лет, я не знала того, что знаю сейчас. И писательский стиль, как и вокабуляр, был из того, что я понимала о мире, из того, что я читала. И предпочитала я, судя по тексту, что-то в стиле Гёте и страдания юного вертора. Я уж не говорю о манере повествования, сюжетных твистах, осознанности включения каждой детали каждого эпизода. В некоторые моменты работы я недоумевала, зачем я что-то добавила в старый текст. Я, как детектив, разгадывала загадки. И в 99% случаев находила ответ, что не просто так. Про составление своей системы символов, аналитическую психологию и алхимию во всякой деятельности – моя философская проза. Я была бы не я, если бы не действовала согласно своей вере. О себе я тоже много чего узнала, что было не на поверхности. И это очередное подтверждение тому, что автор должен доверять себе и своему воображению. А воображение, к сожалению, недооценено. Автор всегда добавляет «что-то зачем-то». Общее впечатление от безымянной скрипки – ощущение депрессивного, нарастающего, подступающего звездеца. Странности, что что-то не так, но все утверждают обратное. Мне, как читателю, было интересно читать. И не только потому, что я ничего не помнила. Такое у меня уж свойство памяти. Я всегда перечитываю свои книги, как в первый раз, как будто я это не писала. Я, с сожалению, останавливалась на правках, пытаясь сохранить деталь, на которой споткнулась, и исправить гнутое звено в цепи. Книга тяжелая, иногда мерзкая, когда понимаешь, что каждое слово надо воспринимать шиворот на выворот, что красавица и чудовище поменены местами, а любовь – это боль. Когда-то я пила растворимый кофе и думала, что это вкусно. Когда-то я заваривала кипятком пережженный молотый кофе в кружке и давилась жмыхом, искренне считая, что это на порядок лучше. Теперь я могу сделать себе эспрессо на кофейной станции, сама выбираю зерно, обжарку, помол, сама делаю из 17 граммов молотого кофе по весам 36 граммов эспрессо по таймеру, сама взбиваю молоко в питчере, и звук уже не похож на крики грешников в аду Данте. На мастерство ушли годы. Я еще учусь. Даже за последний год я выросла, что уж говорить о 10 лет. То, как я писала в 2013 году, – это нормально. То, как меня сейчас скорежит, потому что я оцениваю, а не наслаждаюсь чтением, – тоже нормально. Правда в том, что большинство читателей не заметят разницу, а не читают ради сюжетов. Это я зануда сужу текст с точки зрения эстетики, языковых конструкций, верности, подобранных формулировок для передачи образов и смыслов. Я это называю синдромом Томаса Мана. Ваш авторский стиль – это процесс, а редактура – процедура. Не надумывайте, не судите себя строже, чем судят критики, ибо вы на каждой ступени своей эволюции уже выше, чем раньше. Развивайте насмотренность, читайте книги. Они облагораживают и разум, и душу. С вами был голос писателя Стелла Фракта для тех, кто не хочет читать, но хочет слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова